Вы сейчас будете в шоке, куда я приехала. И сейчас мы с вами будем примерять то самое платье. Хочется ярких цветов, необычных образов. Откуда у студентки деньги на то, чтобы покупать себе машины, квартиры, ездить за границей и так далее? Я все-таки решилась, и мы обрезали больше половины моих волос по длине. Почему это так сложно быть женщиной? Я не понимаю. Офигеть. Офигеть. Всем большой привет. Я рада вас видеть в своем новом влоге. У нас с вами начинается наша питерская рабочая жизнь. И на самом деле я безумно рада, что я вернулась в Питер. Я очень соскучилась по всем своим рабочим делам, задачам. У нас предстоит с вами большое количество съемок. И сейчас я выбегаю на встречу со своей ученицей, буду делать ей разбор аккаунта. У меня очень яркие луки. После того, как я вернулась в Россию, я, видимо, настолько вдохновилась своей поездкой в Италию. Кстати, если вы не смотрели влоги из Италии, пожалуйста, посмотрите. Что теперь у меня реально, несмотря на плохую погоду в Питере, хочется ярко одеваться. Мне хочется ярких цветов, необычных образов. И я считаю, что год жизни в Италии и обучение фэшн у меня очень сильно в этом плане прокачали. Мне прям нравится так проявляться. А мы с вами выезжаем. Мой лучок целиком, бомбер оверсайзный, кожаная блестящая сумка, цвет очков, розовые брюки и белые кроссовки. И тут у меня еще шоппер со всеми моими зарядками, ноутбуками и так далее. Почему Питер такой красивый город? Офигеть! Я забежала домой, быстро переодеться, отдохнуть. Приехала моя ассистентка, и мы стали работать. Мы выезжаем из дома, все вместе, с кучей пакетов. Это все вещи, которые мы разобрали. Пачу тарти, пенсу дичьи минути. Рогоцени ждут целых, ой, что у нас с поворотниками? Целых 10 минут, и мы отправляемся на нашу локацию снимать контент. А потом у нас рабочие будни начинаются. Нет, Катя, она уже все, она уже не может терпеть. Извините, я больше в дождь фоткаться не намерена. Вся мокрая. Алина тоже, но Алина хоть немножко под зонтиком была, а я позировала. И как только мы закончили снимать, выгодайте, что происходит правильно. Закончился дождь. Здравствуйте, Барни. Мы с моей подругой Мартой наконец-таки встретились рядом нашего секретного дела. Будем сейчас работать, смотреть книги. И нет, мы не пишем книгу. Но, кстати, возможно, мы когда-то к этому придем. Не блокнот, но у нас же не блокнот. Смотрите, какой лук потрясающий, Марта. Офигенно. Сразу видно творческий человек. Так, а сейчас мы с вами будем готовить крем-суп из тыквы. Посмотрите на эту красоту. И под вечер я решила отправиться смотреть апартаменты, которые, возможно, будут покупать в дальнейшем для инвестиций. У них очень красивая локация. И, кстати, сообщите, если вы хотите послушать про инвестиции в недвижимость в отдельном видео. Вот такой у меня потрясающий завтрак сегодня. Йогурт с гранолой и ягодкой. И кофе. Всем самое доброе утро. И я его решила начать сегодня с разбора своего гардероба. Мне хочется убрать летние вещи, потому что уже стало холодно. Достать зимние. И, как вы видите, у меня все зимние одежды хранятся наверху. Вот в таких вот потрясающих ящиках. Летние я сейчас буду убирать. Летние убираем. Я просто снимаю все свешилок, то, что я точно сейчас не буду носить. Вот это тоже летние. Это очень важно делать, потому что у вас в гардеробе должны быть только те вещи, которые вы реально носите, которые сейчас работают в вашем гардеробе. Чтобы не было хаоса, потому что 100% сейчас жилетку зимой я не надену. Ну, по крайней мере, белую так точно. Ко мне приехала моя потрясающая помощница. Привезла мне мои заказы. Вы посмотрите, какую красоту я для себя нашла. Это наш российский бренд Only Me. И я у них заказала себе вот такую потрясающую шубу молочного оттенка с английским воротником. Смотрите, какая она пушистая, классная. И важно заметить, что это эко-шуба. Так, наш первый образ, который решили собрать, с оверсайзным свитером, связанной красивой юбкой. На ножках у меня New Balance. Мне кажется, что такой образ будет 100% притягивать взгляд. И он будет прям супер-теплым. Потому что шуба, посмотрите, какая она пушистая, классная. Второй образ более базовый. И это правда моя любовь. Мы решили разбавить этот образ жемчужными бусами. У меня здесь оверсайзные джинсы. Басильоны на каблучке. Также беру с собой серую сумочку. И вы только посмотрите, как классно сидит эта шуба. Мне нравится, что сейчас стали их делать в оверсайзе. И они очень круто стилизуются. Шапка-ушанка — это отдельный экспонат моей коллекции. Я раньше ненавидела шапки. Никогда их не носила, потому что я считала это зашкваром. Сейчас мне нравится, что они снова входят в моду. И для тех, кто хочет тоже не замерзнуть этой зимой, я вам советую заглянуть на сайт OnlyMe. У них очень много сейчас новинок. Выходит к новому сезону. И также я вам оставляю свой уникальный промокод «Ритмо» на скидку 10% на заказы онлайн и офлайн. Hello! Доброе утро! Мы с Екатериной направляемся в потрясающую локацию. Я считаю, что в этой локации должен побывать, конечно же, каждый человек. Это самая главная и первая достопримечательность, куда я веду всех своих питерских гостей. Точнее, гостей, которые приезжают в Питер. Это я питерская. Ну, вы поняли. Мы сегодня с Екатериной едем в Эрмитаже. Oh, yeah! Oh, yeah! Ура! Ура! Катя, кстати, говорит, меня все итальянцы спрашивают, вот ты в Питере, а ты в Эрмитаже была, а Катя нет. А вот теперь она будет им отвечать «Си». Куда мы едем? Отсоси. Ой. Ну что, мы наконец-таки пришли. Вы готовы? Да. Дети, придете. Посмотрите, какой здесь офигенский потолок. Ну, прикиньте, это все сделано из натурального золота. Забыла вам сообщить, что сегодня с вами на экскурсии гид Дарья Ритмо, и мы будем сегодня все смотреть. У нас только час или полтора, чтобы всю эту красоту увидеть и показать Кате. А этот зал с моими любимыми картинами, чтобы мы понимали размер, а не прям, а, кроме прямо, прям до потолка. Встретили мою читательницу. Сейчас будем в Эрмитаже фоткаться на Polaroid. Ни слова больше. Так классно ходишь по музею и теперь живо заглядываешь в окошки. Там такая красота. Помимо того, что нас сейчас назвали очень приятными девушками, Катерина, хотела бы вас спросить, как вам экскурсия, вернулись ли вы еще раз и порекомендовали вы меня на TripAdvisor? Очень рекомендую Recall Guide. Оценка 7 из 10. Перке? Нормально. Вот так. Давайте послушаем минусы. Блин, я не придумала. Так, ладно, 10 из 10. Одну звезду сняла. Да просто так я сняла. Да просто так. Потому что я вот такая вот. Вот такая вот. Вот такая вот. Мне не хватает. 7 из 10 это тоже хороший рейтинг, не считай. Да. Что, извините, у меня за царский стол нам принесли очень вкусные хачапури. Сначала мы искусство смотрим, а теперь мы идем его делать. Нам туда. К нам приехала Марта, и мы сейчас идем на потрясающей красоты вообще историю. Мы идем на мастер-класс по лепке из глины. Вы уже выбрали, что будете лепить? Нет. Я подсвечник. Я всю ночь не спала. Я проснулась в 5 утра. Это как надо собирать референсы. Я решила подсвечник хочу. С флоральными мотивами. Что такое флора? Ну, типа, да-да-да, с помощью природы, как у меня там цифры. Нам сюда. Как вы уже догадались, мы пришли в гончарном цвете. Вот как у меня получается. У девчонок там просто их не остановить. Я оставила машину, и сейчас меня забрал мой друг. Мы все вместе едем ужинать в очень красивое место. И сейчас мы с вами едем обрезать мои волосы. Чтобы вы понимали, я их уже несколько раз обрезала. И поняла, что мне этого недостаточно. Я хочу больше. Я хочу прям каре. Я хочу убрать волосы сильно. Не знаю, что из этого выйдет. Хочу еще покраситься в более темный оттенок. Потому что мой, мне кажется, немножко рыжит. Да, вот такие вот женщины длинные. Надо укоротить, короткие нарастить, прямые закудрявить, кудрявые выпрямить. Это классическая схема. Но я последний раз была с каре, когда мне было 6 лет. И я решила, а почему бы и нет. И мне пришла еще одна посылка со спортивной одеждой, которую я безумно ждала. Сейчас будем вместе с вами все примерять. Я просто влюбилась в эту спортивную одежду. Давайте с вами смотреть. Первое — это офигенный комплект, который можно носить как на спорт, так и в повседневной жизни. Далее я выбрала себе велосипедки с эффектом пушап на попе и утягиванием в талии. И к ним боди. Качество, хочу отметить, у них просто потрясающие все швы, идеально ровные. Это все бренд Bonafide. Они делают самую классную и сексуальную спортивную одежду. Я не смогла пройти мимо хита их продаж, леггинсов, также с эффектом пушапа, которые офигенно сидят на теле. Подчеркивают фигуру и вот такого топа в сетку, который я уверена, что выносить не только в зал, но еще и на танцы. И я вам оставляю свой промокод RITMOY на скидку 30%. Ссылочка будет в описании под видео. Моя длина — это вот так сейчас. А на спинке — вот так. Мне кажется, что это не то, это не отражает сейчас меня абсолютно. Я не знаю, мне не нравится. Мы едем с Катей, посмотрите, какое офигенно красивое небо. Просто огроменная туча. Посмотри, справа сейчас будет красивый памятник. Вау. И для того, чтобы воплотить свои смешившие идеи в жизнь, пришла в свой любимый салон на утрам. И я всегда, кстати, делаю волосы. Ну что, мы решили начать с самого безобидного. Это с тонировки. Я решила все-таки не красить волосы, потому что если я крашу, мне потом придется подкрашивать корни. И это будет все время видно. Такой четкий переход. Поэтому я обычно тонируюсь, так как это более такая лайтовая история, которая иногда чуть-чуть подсмывается. И в целом потом все хорошо. Ну а теперь уже можете меня поздравлять, потому что я все-таки решилась, и мы обрезали больше половины моих волос по длине. Вы готовы это увидеть? Вы готовы это увидеть? Мне так понравилось, это так красиво. Я иду просто по улицу, улыбаюсь, потому что это вот прям я сейчас. Черный цвет, он на самом деле вживую не черный, просто у меня занижена экспозиция на видео. Он типа коричневого, темного оттенка, и мне безумно нравится. Плюс он еще подсмоется, потому что это тонировка. Офигеть, офигеть. Давайте я вам на свет покажу. Блин, тут тоже черный, но он не черный в жизни. Не знаю, как вам еще показать. Ну что, я уже потихоньку начинаю приводить себя в порядок, и сегодня будет впервые в жизни мой экспириенс с укладкой коротких волос, с укладкой каре. Я никогда в жизни этого не делала. У меня вообще с укладками не очень хорошо обстоят дела, как вы знаете, потому что у меня полгода был каскад, и у меня нихрена на нем ничего не держалось. Поэтому сейчас будет просто шоу у нас, потому что я буду пытаться уложить свои волосы. Так, ну что, приступаем к укладке. Я сейчас предварительно подсушила полотенцем волосы, и я в шоке, потому что у меня они уже практически высохли. Я не знаю, это, видимо, из-за того, что у меня сейчас короткая длина. Я вообще использую обычно два типа средств для укладки. Это на всю длину и на корни. Так как у меня волосы свои тяжелые и густые, я всегда наношу что-то для прикорневого объема, чтобы они не висели как сосульки, учитывая, что у меня еще кератин на волосах. Одно из моих самых любимых средств — это у нас Кевин Мерфи антигравити. Это такой по типу сыворотки, которая как раз-таки поднимает корни волос. Я немножко вот так беру, растираю и наношу на корни волос. На основную длину я буду наносить средство от Davines. Это три в одном. Такое молочко, но с ним, главное, я поняла, что не переборщить. Оно идеально на осень, на зиму. Но главное, вот прям чуть-чуть слегка сбрызгиваю. В нем сразу, кстати, есть термозащита, поэтому я могу ее уже отдельно не наносить. Сейчас наша задача будет высушить волосы вниз головой, чтобы у нас приподнялись корешки. И после этого будем с вами пробовать делать укладку. У меня фен один, это сразу стайлер от Dyson. Я им и сушу волосы, и делаю укладки. Ну как укладки? Попытки на укладки. Сушу я обычной насадкой, вот этой вот, которая классическая идет. И дальше будем пробовать... Что это? И дальше будем пробовать подкручивать кончики вот таким вот прибором, да? То есть это для кудряшек, но у меня задача будет подкрутить кончики вниз, чтобы коробка выглядела хорошо. Ну что, давайте пробовать. Ну что, волосы я высушила. Кстати, это произошло очень быстро с такой длиной. Сейчас я их разделила, видите, на две части. Верхнюю я заколола в хвостик, а нижнюю оставила. Сейчас будем подкручивать. Мне сказали, что надо сначала горячим воздухом, а потом сразу же холодным. Слава богу, Dyson позволяет всей этой истории работать, поэтому мы с вами начинаем. Ой, боже, просто удачи мне, просто удачи. Это я их пыталась уложить в одну сторону. Получилось, что получилось. Ну, для первого раза... Почему это так сложно быть женщиной? Я не понимаю. Реально, что... Я их крутила внутрь, почему они наружу? Так, ладно. Вдох-выдох. Мы сейчас решим вопрос спреем для объема. Спрей очень крутой от Kevin Murphy для объема. Уже лучше. Гораздо. Вот что у нас получилось в итоге. Друзья, дамы и господа, смотрим сзади. На самом деле, это было тяжелее, чем я ожидала, потому что у меня, как оказалось, очень густые волосы. Особенно на короткой длине это очень сильно чувствуется. Но уже ничего изменить не получится, так как волосы я бы до конца высушила. На сегодня оставляем так. А дальше будем практиковаться еще. Вы сейчас будете в шоке, куда я приехала. Я заскочила в магазин из сети топовых свадебных вечерних платьев на любой случай. И сейчас мы с вами будем примерять то самое, то самое платье. Ну, на самом деле, я приехала сюда выбирать платье на свадьбу к моей подруге. Я безумно за нее рада. И мы начали примерять черное платье. Мне оно безумно понравилось в таких очень красивых блестках. Безумно длинное, с огромным разрезом и перчатками. Далее я примерила более короткий вариант. Но мне он показался достаточно свадебным и не совсем в эстетике подружки-невест. Также мне безумно понравилось красное платье. Я, кстати, так и не смогла выбрать, мне брать черное или красное. И под конец я решила примерить его. То самое свадебное платье. Кстати, я это делала впервые в жизни. А теперь вы просто не поверите, куда я приехала. Это место, куда я хотела очень давно попасть. Здравствуйте. 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 И это кулинарный мастер-класс, куда я как раз позвала своего друга. Мы сегодня будем готовить мясо. Для этого мы наконец-таки попали на кулинарный мастер-класс в самом центре Питера. Все вам буду показывать подробно, что мы сегодня делаем с вами. Нас уже, видите, переодели в фартуки, так что мы начинаем. Я, на самом деле, сейчас очень много времени инвестирую в то, чтобы проводить качественное время с близкими. Сидеть просто дома или ходить в рестораны мне показалось уже достаточно скучный день. Поэтому я сейчас стараюсь максимально разнообразить. Боулинг, различные мастер-классы. Я прям это обожаю. Добавим туда масло. А это за масло. Пусть салфетки что-то. Кривая оливковая для запекания смысла нет. На самом деле, я впервые на таком мероприятии. Мне безумно понравилось, потому что для нас закрыли прям целый огромный зал с кухней и своим шеф-поваром. И нам объясняли все тонкости готовки. Начали мы с овощей. Казалось бы, все очень просто. Но здесь есть тоже очень много нюансов, которые я теперь знаю. И так же мы сейчас будем переходить к тому, чтобы готовить мясо. Опа-пу-пу. Нельзя порезать? Мы берем вот отсюда отвертку. Снимаем его лишнюю кожу. Мы с того каком подготовили, ну вот с того какого-то было. А вот такая твердая штучка проходит, ее надо заметить стоит? Да, ее закрыли точно. Но выше всего, да, но все равно мы его есть не будем, он нам просто для аромата идет. Десерт у нас будут американские вафли с какими-то необычными инспециями для меня. Так что сейчас все это замешиваем. Посмотрите, это дайте генную ступу. Это просто у меня лучший соблюдается. Это идеально, что можно делать с удовольствием. Я тут поднимаю. Тут можно будет еще одну сделать. Класс. С культуркой посмотрите, что мы приготовили. Теплый салат с мясом, клубникой, апельсином, шпинатом, пармезаном и кунжутами. Кунжутами. Кунжутными семечками. А это шпинат? Да. Да. И сейчас у нас мясо и овощи отправляются в духовку. А сейчас это что? Сейчас... Рео. Рео. Видео мрер, да. Я поторопился. Я тоже. И по традиции. В конце каждого видео я отвечаю на интересные, иногда даже провокационные вопросы, которые вы мне пишите в комментариях. И хочу ответить сегодня на один. Откуда у студентки деньги на то, чтобы покупать себе машины, квартиры, ездить за границей и так далее? Я думаю, для тех, кто со мной следит давно, они бы сами ответили на этот вопрос. Для тех, кто не знает, я блогер. Веду я свою страницу уже более шести лет в Инстаграме. Соответственно, я зарабатываю деньги со своего блога. Плюс я всю жизнь занимаюсь какими-то параллельными вещами и монетизировала всю жизнь свои хобби. Да, начинала я с того, что я занималась фотографией, подрабатывала. Зарабатывала далее, я занималась маникюром на дому, бровями, я шила. Еще это было до маникюра, то есть у меня все вообще сферы моей деятельности пересекались. И я всегда из своих хобби находила возможность заработать. И сейчас мое хобби — это снимать контент, это продавать, это генерить крутые идеи. Собственно, я это реализую как раз-таки в своем Инстаграме, потому что на YouTube я как раз-таки пришла из Инстаграма. Если вы, кстати, на меня еще не подписаны, обязательно подпишитесь. И я как раз-таки зарабатываю на своем блоге, потому что сейчас это мое хобби. И да, то, что я студентка, это 100% такой очень важный для меня маркер. И это как раз-таки мне помогает зарабатывать еще больше, потому что в университет я пошла по своему собственному желанию, на бакалавриат я его закончила. Потом я сейчас почти уже закончила магистратуру в Италии, которую я тоже для себя выбрала сама, сама ее оплатила, потому что эти знания мне нужны как маркетологу, как человеку, который продает и учится монетизировать то, что он делает. И, собственно, этому я и обучаю своих учениц в курсе Блэст Академии. У нас, кстати, сейчас стартовал уже третий поток, это был последний поток в этом году, я вам даже не успела об этом рассказать на YouTube. Если вам, кстати, интересно послушать более подробно, из чего сейчас состоит моя именно рабочая деятельность, то дайте мне, пожалуйста, знать. Я с удовольствием вам раскрою свои какие-то блогерские фишки и секретики. Мы с вами на эту тему поболтаем, побеседуем. Я вам раскрою какие-то, возможно, свои секреты, которые для меня кажутся очевидными, но для кого-то, возможно, это будет полезно. Спасибо вам большое за просмотр этого видео, увидимся с вами совсем скоро. Целую, обнимаю, всем пока!